Чё это у вас тут происходит-то? Иди убывайся. А откуда сырники? Марья! Там два. Там уже всё. Там два. Один мой. Нет. Что нет? Я, между прочим, не пробовала сырников. И папа на холодильнике написал Саранча, отойди от меня. Я что, голодная с утра должна быть? А я... А тебе один, и мне один. А я... А я... А я... Маша, ты руки моешь, мой! Утро в сумасшедшей деревне. Да. Извините. А мы будем кушать, как обычно. Сегодня я кашу не варила. Хватит уже два дня подряд кашу есть. Да надоело сегодня. Ну, вкусно. Спасибо. Маша, как быстро руки-то моет. На, а то мне к холодильнику подходить нельзя. На. Сырники под угрозой. Мам! Чего? Чего? А, паста не выдавливается. Ха! Чего этим венчиком пользоваться? Как можно не уметь венчиком пользоваться? О, в чашке, конечно, не умеешь. Кто ж в чашке венчиком пользуется? Это делается вот так. В посуду пошире. Вот. Это моем. Делается вот так, смотри, вот. Только посуду пошире должна быть. Вот все. Как ложкой. Как вилкой. Смешиваешь. Вот тебе весь омлет твой. Сода поклать сюда, нет? Так, а кастрюлю-то будешь ставить? Сковородку. Да, все. Спасибо. Да не за что. Неешь воды? Да. Так, тарельк. О, этот, как его? Поднос? Поднос он где был у нас? Там, наверное, в среднем, да? Так, все, пожалуйста. Вот ты и тише писатиш. Прикинь, что я сделала. А, нет, нормально. Разогрелись? Да, разогрелись. Мофе даже есть молоко. Все. Вот теперь я спокоен. Спокоен? Да, это, с утра просто начинает посуда копиться, а посудомойка полная была. С чистой посудой. Разобрать и сразу туда складывать. Что такое? Так, да я не понял, что это. Кофа. Кофа. А я кофа с молоком даже. Давайте еще что-нибудь порежу. С молоком. Почему? А шашлык, кто не хочет шашлычка? Нет. На завтра? Ну и что? Интересно, не хочу. Интересно, девчонка, шашлык, ну и что? На завтра можно все, что кто хочет. Сейчас сыру подрезу еще там большую. Масло тебя встает. Все вместе будем завтракать. Не надо сыру подрезать. Я себе. Я себе. Не, потому что папа съест, мама съест и Женя. А мне нет. Я в член семьи. А это что такое? Это мешок? Мешок, конечно. Ну останется, останется. Я помню, что ты одно сказал. Тарелочка-то нету, зачем? А это просто стояло, она чистая. Я ее убрать хотела, потому что она не из нашего стада тарелок. Понятно. Из нашего стада тарелок. Так, маленький чай. Женя, что ты охраняешь свою миску? Нет, она думает, может что, перепадет. Она над ней стоит, прям вот не тушет. Ну правильно, она же не хочет. Голову опустим и стоим, да? Да, это она показывает, какая я несчастная. Почему у меня катушки? Лишь, кушай. У кого-то что-то, а у меня катушки. Она говорит, хватит издеваться над собаками. Да, мать сыр пошла лезать. Мать пошла сыр лезать. Собакам какое-то дают, непонятно что. О, а хлеб доставишь? Да. Доброе утро, мои хорошие. Посмеялись за завтраком, похохотали друг над другом. Борис что-то у нас раскручивает шланг. Что он хочет делать, не знаю. Сейчас я у него спрошу. По идее, сегодня нужно заниматься парником. Ой, тапки какие холодные, обувь холодная. Ой, на улице холодно. Холодно и промозгло. Боб, а ты что хочешь сделать-то? Шланг. Подсоединить, что ли, да? Да. Бассейн надо наливать. И калитку надо промыть. У нас калитка грязная-грязная. Слушай, холод какой собачий на улице. Жуть. А ты что без купальника? Ты бассейн сначала наполни. Я вон утеплился как. Ты вот так плавать будешь? В маечке. В маечке и в шортиках, да. Да, Женек? Что такое папа? Привет, Ленок. Привет, Ленок. Лен, да я только вышла. Я только вышла погоду проверить. Слушай, у меня зрители просят Дакара посмотреть. Покажите нам Дакара. Вон. А что с ним, Лен? Старый уже. А сколько же ему лет-то? Один с ним. О, Женя. Лен, ну подожди, дай хоть снять Дакара-то. Дакар. Вот, ребята, вот. Даки, даки, солнышко. Ой. Ты заходи поближе. Не, Лен, я его боюсь. Вот это Дакар. Кто хотел посмотреть? Огромный. Лен, это немецкая овчарка или восточноевропейская? Ну, вот он немец, видите. Вот такой Дакар. Кисюля? Да пусть идет. Она у тебя стерилизованная? Да. Ну, пусть гуляет. Убежала, да. Может убежать? Ну, хрен. Что сажать задумала? Помидор. Молодец. Пойду у тебя. Я три грядки убрала. Ага. Да. Что, Лена, все, да? Я вот думаю, может я еще потом заборчик вот этот двинусь сюда. Все правильно, Лен. Все правильно. Пока есть возможность покупать. Пускай земля будет в запасе. Если вдруг что, всегда можно вскопать и посадить. Да. Ну, ты оказалась умнее, чем мы 20 лет назад. Ты как-то очень быстро все это поняла и сообразила. Молодец, солнышко. Сада помидоров? Не-не, спасибо. У меня своей много. Я еще и для Светки взяла. Так что... Ну, сами выращивали. Я, Наташка, подружка моя. Ну, я тоже сама. Угу. Все, Женя. Все, все. Дакар убежал. Дакар убежал. Ага. Убежал Дакар. Уже утром встает, еле ели. Да. Не водили к ветеринару с ножками что-то, да? Ну, у них у ловчарок, у всех у больших собак. Вчера перемыла полы. Ой, мать честная, ты что натворил-то? Ох. Ой. Роутер наш свалил. Поставила как могла модем. Потом Борис придет, обязательно провода прикрепит к полу, чтобы пылесос не засасывал эти провода. Каждый раз бывает так. То одно, то второе, ой, то третье. Всегда что-то не так. Всегда, всегда что-то надо исправлять. Ребята, мы достали аквадусю, да? Аквадуся, да. Аквадуся. Это будет автоматический полив в теплице. Причем он не просто полив в теплице, а от крана центрального водоснабжения. Ну, я в силу своего возраста, наверное, не смогла бы в этом разобраться. Хотя, наверное, и смогла бы. Но Аллочка у нас спец. Будет разбираться она. У меня выбора нет. Нечего выбирать. В состав, в комплекте идут вот какие-то штучки-дрючки. Вот такие вот разные. Вот такие колышки. Я думаю, что это именно для автополива. Вот такой. Вот такой. Вот такой-такой. Я не знаю, что это такое. Вот такой прибор. Так, еще колышки. И вот такие переходники. Ну, они все. А, вот тут даже с сеточкой переходник. Вот, видно вам? С сеточкой. И вот какая-то контргайка или просто гайка для закрепления, наверное, вот так. В общем, будем собирать, когда уже занесем землю. Просто нужно разобраться, что как делается. Ну, вот Алла Борисовна у нас девушка умная. Вот она и будет разбираться. Сейчас мне хоть одну понять. Я вам еще забыла показать. Здесь в комплекте идут вот такие шланги. Причем, ребята, они разные. Так, что еще здесь есть? Ух ты! Вот. Трех разных диаметров. Вот такой толстый. Так, вот такой потоньше. И вот такой тоненький. Трех видов. Вот такой комплект поставки. Тридцать штук. От каждого по два растения. Пятнадцать. Пятнадцать на каждую грядку. Пятнадцать на каждую грядку. Тридцать растений ты должна будешь посадить на одну грядку. На одну грядку. В шахматном порядке. В шахматном порядке. Так, чтобы между ними ровно можно было проложить провод, а они оказались вот так вот по разной стороне. Так и сделаю. Так и сделаю. Там, по-моему, даже еще часы можно установить, да? Часы полье. Да, таймер. Я еще про это не читала, но думаю, что да. Программирование клапана я просто не читала еще. Сначала надо вот это все. Но сначала надо посадить растюхи. Понятно. Значит, я сейчас пойду в парник. Буду вытаскивать ведра, которые я обратно туда поставила. Просто накрою эти ведра на улице целлофаном, чтобы дождик не мочил, если что. И буду в парнике граблями ровнять. По-моему, так, да? Женю давай оставим дома, потому что она после бани пусть сидит дома. Сейчас опять, говорю, будет грязно. Да, 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 да. Да. Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Мы решили устроить перерыв. И тут же раздался звонок. Решили попить чайку. У нас остался пасхальный кулич. Вот сейчас мы с ним чайку попьем. Очень вкусный кулич из мясного. Просто замечательный. Сейчас аккуратненько. Ой, все попадали. Ммм, какая вкуснота. Руки помытые для наблюдательных. Руки помыла пришла. Вот так. И попьем чайку. И попьем чайку. Вот так. Сюда поставим. И попьем чай. Завтра будет день. Завтра засыпем. Женю зато успела помыть. Женя. Ах, моя. Женя. Ах, ты моя красоточка. Иди домой. Иди. Не мерзну. Иди. Заходи. Я успела помыть сегодня Женечку. Полдня она просидела дома. Потому что вовьюсь после бани, чтобы она не простудилась. Вот. Ну что. Сейчас засыплю последнюю тележку. И на сегодня все. Надо прерваться. Хватит. Не так много у меня за сегодня получилось. Вот. Застелили с Аллочкой все. И вот начала засыпать грядку. Ну ничего страшного. Главное, чтобы сильно не переработать. Так. Сделала вот такой мостик. И уже вожу тачками в теплицу. Хотела ничего не делать. Хотела прекратить. Накладываю в тележку землю. Борис подходит и говорит. Люба, по-моему, это не пять кубов. Я говорю, Боб, вот как раз это пять кубов. Я рассказываю, как ты подошел и сказал, что это не пять кубов. А я Борису говорю, значит, нас всю жизнь дурили. Привозили три куба, а говорили пять. Пять кубов, ребята, это очень много. Оказалось, это очень много. Причем вот водитель, когда приехал, он даже рассказал, что такое пять кубов. Во-первых, машина ЗИЛ пятикубовая. И он сказал, все углы в машине, в этом, как он называется, не багажник, кузов, должны быть заполнены землей. Углы должны быть обязательно заполнены. И сверху над кузовом еще небольшая горка. Вот это, говорит, пять кубов. Поэтому, говорит, следите. Вот так выглядят пять кубов. Вот поэтому и заказали именно у этого водителя. Потому что он даже стал говорить, как выглядят пять кубов, чтобы, говорит, вас не одурачили. Вот поэтому я тогда его и упросила. Говорю, Василий, я вас очень прошу, пожалуйста, привезите вы. Я хотя бы буду знать, как выглядят пять кубов. Ну, и он привез. Эти, да, вот у меня очень многие спрашивают, из какого района вез. Он вез, по-моему, из Чеховского района, если я не ошибаюсь. Вот, даже за Чеховым где-то. Но такие доставки есть в каждом районе. В Барыбино есть вот этот завод, где берут эту землю, где работает миксер. А, да, сам он из Подольска, вот Борис подсказывает. В Барыбино этот завод, у нас здесь недалеко, где вот эту землю перемалывают, но у меня телефона не было, где ее смешивают в миксере с песком, с черноземом, с торфом, с перегноем. И это уже готовый грунт, который можно прям сразу засыпать в грядке. Не надо ни с чем смешивать. Не нужно отдельно заказывать песок, не нужно отдельно заказывать торф. Это все перемешано профессионально. Вот, ну, поэтому он столько стоит. Мне сегодня написали, спрашивают, 8 кубов. Чернозема, ой, 10 кубов чернозема за 8 тысяч, это нормально? Ребята, я не знаю. Нам за 8 тысяч привозили половину глины, комки с глиной. Вот, поэтому я заказала за 11 тысяч. Вот, ну, плюс еще для меня получилась доставка, потому что мы далеко находимся от того места, откуда Василий едет. Чуть дороже получилось. Ну, только на солярку. Вот, поэтому ищите, вот, кто хочет, ищите уже готовый грунт для теплицы. Ну, вроде как я все теперь рассказала, что хотела. Ну, буду продолжать засыпать. Хочется сегодня хотя бы одну грядку засыпать. Две-то не смогу, потому что солнышко уже садится. Уже время, наверное, 7 часов. Аля обещала, говорю, не буду сегодня долго работать. Ну, да, солнышко садится, видите, погода какая. Вот, тучи, тучи, дождик. На нашем приборе, который погоду показывает. Но дождя пока нет. Ладно, буду продолжать. Ну, кажется, я на сегодня все. С грядкой не справилась. Но зато заполнила ее вот там до конца. Посчитали грубо с Борисом. Получается, что в теплицу войдет 3 куба. Ну, грубо. Грубо 3 куба. Ну, вот, оставляю пока все вот так. Устала. Опять лук дурацкий. Опять ничего смешного, ничего какого-то особенного. А на этом все, мои хорошие. Женька выясняет отношения с Дакаром. Женя, он старенький, он старенький. Ты что с ним ругаешься? Ну, что такое? Обижает тебя Дакар, да? Обижает, да, Аки? Ну, что ты Женьку обижаешь? Она хорошая, только очень мелкая. Дакар. Вот он, красавчик. Ой, Господи. Ой, Господи. Вот он какой красавец. Дакарушка. Дакарушка. Женька противная, да? Противная. Как любая женщина. Вот брехать готова, а? Женя. Ай-яй-яй. Женя. О-о-о. Да, Карушка, солнышко. Карушка, да. Поругайся, поругайся на нее. Поругайся. Да ладно тебе, Женя, ладно. Успокойся, все. Успокойся. Не осилили мы по 21 штуке. Мы 21. Вот мы 21, легко. Да. Учитесь. Понятно? Алла с Борисом, смотрите, что делают, а? Самые стройные. Да, кстати, Маруся тоже никак. Тюм. Тюм. А зато, а зато мы сейчас с чаем по булочке. С черникой, да, Маша? А мы с вами, да? Да. Не честно. Я булку не буду. Тогда ты чая еще не будешь. Там всего две. Это Маше и мне. А у вас и 21 хватит. Правильно, вместо того, чтобы кушать нормальную еду, они сладости наворачивают и булки. Питаются в сухомятку, я бы сказал. Маша, а мы этим грубым людям ничего не будем отвечать, да? Да. Да. Хейтеры. Да, вы хейтеры, тролли. Да, смотри. С ума сойти, Боба. Ну, тут я тебе, как это сказать, убью челом, потому что так я не смогу. Береги челуала. Да. Заешь два пельмена и будешь героем, мама. Дед, а ты не забудь, еще у Маши в тарелке. Слушай, что-то он молчит. Не, не надо, надо осторожнее. А то я сразу начала вспоминать, как эти конкурсы с бургерами и с блинами. Да ну, и потом все. Ну, что, Машуничка, по чайку? У меня борода. Борода. По чайку. Давай, я по чайку. Да. Борода. Борода.